Всем привет! Вы на канале Два Бравл Сторис. И сегодня мы на ВДНХ решили выбрать свою ходу весеннюю. Отличный покой. У нас наконец-то пришло тепло. 15 градусов. Практически конец апреля. Там вдалеке уже виднеется кольцо обозрения, которое, я надеюсь, в первом квартале запустят. Ну или хотя бы ближе к лету. А это площадь на ВДНХ. И виднеется у нас гостиница Космос с музеем Космоса. У нас появились первые цветочки. Это крокусы. Скоро, наверное, и тюльпаны появятся. Мы прошли главный вход ВДНХ и направляемся к центральному павильону номер один. Народу на ВДНХ не так много. Так что гулять вполне приятно. Наверное, скоро уже заработают фонтаны. Пока все не так прикольно. Ну ничего. Ждем мая. Подошли поближе к центральному павильону. Здесь у нас стоит памятник Владимиру Ленину. Сейчас идем дальше к фонтанам, самым главным. Дружбе народов и цветку. Смотрите, какая классная клумба из крокусов. Офигеть, как красиво. Супер. Немного обошли центральный павильон справа. Здесь хотя бы чуть-чуть поменьше ветер. Много различных зданий. Сейчас направляемся к фонтану дружбы народов. Он уже издалека виднеется. Обошли центральный павильон с другой стороны. И вот мы уже около фонтана дружбы народов. Вдалеке виднеется павильон Армения. А вот в этом павильоне у нас находятся госуслуги. Ну точнее мои документы или как так это называется. Даже разноцветные цветочки уже появились. Целые поляны. Ну вот собственно у нас вблизи фонтан дружбы народов. Его сейчас уже подготавливают к летнему периоду. А мы направляемся дальше. Играет приятная музыка. Народа все так же мало. Это вот павильон Казахстан. Дальше мы будем продвигаться к павильону Республики Беларусь. А вдалеке уже виден фонтан каменный цветок. Куда мы сейчас и направляемся. В ДНХ продолжает реставрироваться. Как видите многие здания в лесах. Так что скоро здесь будет совсем красота. Здесь на главной арее пока цветов особо нет. Но обычно здесь очень-очень красиво летом. Подошли вплотную к фонтану каменный цветок. Здесь еще один павильон красивый. А это павильон у нас Республики Беларусь. Дальше мы направляемся к ракете и павильону Космос. Вот мы и подошли к ракете. Ветрище усилился. Рядом с ним стоит самолет Як-42. Также виднеется вертолет. По-моему Ми-8. Но точно не уверен. Кстати на ВДНХ еще открыли такое место. Рестамаркет открыли только в этом году. Там 10 ресторанных концепций. Это находится вон там дальше виднеется на горизонте. Сейчас мы туда зайдем посмотрим, что там интересного продают. Вот такой красивый павильон. Мы там уже были один раз. Я не знаю. Мне например в Калуге музей космонавтики нравится больше, чем у нас здесь в Москве. А слева от ракеты виднеется Москвариум. Тоже очень классное место в Москве на ВДНХ, но довольно дорогое. А вот в этом месте мы никак не побываем. Это музей оптических иллюзий и парк аттракционов виртуальной реальности, виртуального искусства. Также здесь перед ракетой восток у нас на постаменте стоит самолет Су-27. Мы пришли на территорию Рестамаркета. Здесь очень много маленьких небольших ресторанчиков. Когда сюда заходишь, сразу чувствуешь запах вьетнамской еды. Точнее трав, которые используются в этой кухне. Мы здесь в последний раз были в октябре и это все только строилось. А сейчас уже все работает. Может быть попозже зайдем посмотрим. А это вот на закате виден купол павильона Космос. Мы зашли внутрь. Прикольная концепция. Здесь несколько крытых павильонов с различной едой. От бургеров до тайской и вьетнамской кухни. И даже гирос есть мексиканский. Вот моя любимая вьетнамская кухня. Супчик Фобо. Какая красота на закате. Прям солнце просвечивается через купол. Здесь небольшой ипподром. И еще несколько павильонов. Ну наверное штук 10 точно. С различной едой. Это например удмуртские перепечи. Никогда их не пробовал. Классно. И вообще мне очень понравилось в арестомаркете. Надо будет обязательно здесь что-нибудь попробовать. Классное место. Летом здесь наверное народу будет очень много. Но я не выдержал. И решил попробовать удмуртский перепечь. Вот с сыром. Уверяю, что очень вкусно. Тесто замешиваем сами. Корзинки сами. Мясо у нас именно отборное идет. Турица фермерская. Все это перекручиваем. Все замешиваем. Все, все, все. Это вот нам рассказывают как делают перепечи. Мужчина делает сам вручную. Все с фермерских хозяйств. Очень вкусненько. И трубочки видимо тоже. Все собственного изготовления. Здесь рядом вот такая вот печь. Она кстати рабочая. Там даже огонек есть. Класс. Здесь поставили такие трибуны. Где можно посидеть. Покушать. И посмотреть скачки на ипподроме. Какой милашка воробей. Смотрите какой толстопузик. А, улетел. Мы обошли павильон Космос с другой стороны. И пришли вот к такому небольшому прудику. Где расположен еще один фонтан. Называется Колос. Время близится к закату. Мы сейчас отправимся на другую сторону. И потом направимся уже. Обратно к главному входу. Мы перешли на другой берег. Отсюда прекрасный вид. На Останкинскую телебашню. Павильон Космос. И фонтан Золотой Колос. Уже летают вовсю утки. А для нас это знаменательное место. Именно здесь я делал предложение своей супруге. Тогда еще девушке. Вот прям напротив музея кино. Вот какой старый фонтан. 54-го года. Его относительно недавно реставрировали. Он конечно при свете дня более красиво смотрится. Потому что блестит. Вот такие здесь небольшие электромобили ездят. И вот здесь тоже всегда очень много цветов. Мне кажется он нарушает скоростной режим. Негодяи. А напротив фонтана Золотой Колос расположен вот такой огромный ресторан. Который сейчас не действует. Как видите он такой уже в плачевном состоянии. За забором находится. Возможно его будут реставрировать. Но наверное в лучшие времена. Главное чтобы он не разрушился за это время. Еще один небольшой павильон. Который никак не отреставрирует. Называется Глав Табак. Здание очень красивое. Но реставрирует его уже наверное два с половиной года. Начали когда я как раз делал супруге предложение. Вот смотрите нашли паспорт объекта. Должны были закончить в апреле 2022 года. Кстати начало работы тоже неправильно сказали. Потому что начали ремонтировать намного раньше. Как видите все в ремонте до сих пор. Ничего не сделано. Непонятно по каким причинам. Ветер все поднимается. Становится холодней. Кстати вот за теми зданиями уже территория ботанического сада. То есть территория ВДНХ постепенно переходит в территорию ботанического сада. Вот бы здесь квартирку купить недалеко. Можно было бы гулять. Вон если видите вдалеке такая башня. Это как раз ворота которые ведут уже в ботанический сад. За павильоном Москвариум расположен вот такой городок. Скайтаун. Это типа панда парк. Очень крутой. Где дети и взрослые смогут полазить. А мы направляемся сейчас к подвесному мосту. Который тоже сравнительно новый. Его открыли несколько лет назад. Что-то в районе наверное 5 лет назад. Вот тоже очень классное место. Оно вечером подсвечивается. Но мы к сожалению этого не застанем. Но покажем вам его при свете дня. Точнее уже вечера. Смотрите как классно сделаны. Деревья под такие вот птички огромные из проволоки. А мы уже подошли к экотропе в дубовой роще. И сейчас по ней пройдемся. Вот как раз где люди уже это делают. Вот у нас уже практически закат. Уже так холодно стало. А я сегодня в толстовке. Ну правда теплый. Но все равно мне норм. Вот как нам повезло. Никого нету. Ну вот собственно мы идем по экотропе. Она поднимается в высоту. Ну наверное около полутора-двух метров. Здесь какие-то ненормальные ездят на самокатах. Хотя здесь запрещено это делать. Сейчас мы быстренько пройдем. Она не очень длинная. Но там он заканчивается. Ну все мы поднялись на самую высоту. Как видите это не очень высоко. Здесь конечно когда все цветет и все зелено намного красивее все смотрится. И очень приятные дорожки сделаны. Просто приятно прогуляться. Для города это вообще супер. Ну вот они последние лучи заката. Мы подошли уже к павильону Москвариум. Сейчас его будем обходить с другой стороны. А вот эта огромная зацементированная площадка. Это для вертолетов. Когда всякие крутые богатые дядьки сюда приезжают. И хотят сводить своих детей. Посмотреть на косаток. От экотропы мы подошли к Мичуринскому парку. Там в центре установлен памятник Мичурину. А справа как раз расположен Москвариум. Смотрите какая огромная ворона здесь сидит на ветке. А кстати вот видите церковь позади. Вот как раз там расположены огромные кусты и деревья сирени. И где-то в мае будет просто шикарное ее цветение. Там есть скамейки где можно посидеть. Обязательно туда сходите если будете на ВДНХ. А это у нас павильон Азербайджан. Один из самых красивых. Недавно отреставрирован. А там вдалеке виднеется павильон Слово. Сейчас там кстати проходит выставка. Точнее музейная экспозиция славянской письменности. Все таки как приятно гулять по центру вечером. Когда так красиво подсвечиваются здания. А вот и колесо обозрения поближе. Как видите практически готово. Осталось только кабинки усыновить. Но наверное ближе к лету все будет уже сделано и можно будет прокатиться. Я думаю будет стоять где-то в районе 2000. Смотрите какая красота. Это скорее всего желтые крокусы. Прям перед павильоном космос и павильоном геология. Ну вот собственно на этом все. Наш выпуск, наша прогулка по ВДНХ закончена. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока. Продолжение следует.